Саша, скажи пожалуйста, что же такое счастье? Ты понял, что счастье это свобода? Я говорил о том, что счастье и свобода это практически одно и то же. Если говорить о счастье, то это можно считать говорить о свободе. А если говоришь о свободе, говоришь о счастье. Часто мы думаем, что это внешнее что-то. И можно долго искать во вне свободу и предполагать, что же является свобода и свобода от чего. Можно долго искать счастье и думать, какие факторы во вне могут принести счастье. На самом деле, это мое мнение. Счастье и свобода находятся внутри нас. На уровне энергии, на уровне души. И вот это ощущение внутреннее. То есть счастье и свобода это некое состояние, которое мы переживаем. И когда мы во вне что-то ищем, мы ищем не вот это то, что во вне есть, а мы на самом деле, как следствие от получения чего-то во вне, надеемся получить вот это ощущение внутри себя. На самом деле, процесс полностью противоположен. Да, когда ты обладаешь вот этим состоянием внутри себя, этим ощущением, то все остальное, оно просто приходит как бонус, как десерт уже на то состояние, которое ты имеешь. И вот то состояние или ощущение, которое есть внутри нас, и которое называется свободой, когда мы его чувствуем, оно изначально существует в каждом человеке. Просто потом, со временем, оно у нас забивается какими-то обучениями, травматическими ситуациями, какими-то нормами, правилами. И мы перестаем ощущать это состояние, и начинаем искать. Но начинаем его искать. Мы его теряем тем, что мы его закрываем, а потом начинаем его искать. И начинаем искать самое смешное не внутри, а во вне. Иллюзия такая. Двойственности нашего мировосприятия. Воспринимая мир во вне, как внешней форме, и воспринимая мир внутри себя, как внутреннее состояние, как тонкий план, как душа. Мы иногда путаем правила игры внешней и правила игры внутри. Поэтому свободу счастья можно долго искать во внешнем мире. Но на самом деле, пока ты его не найдешь внутри себя, во вне, и все будет тебя приводить и утверждать в той мысли, что в этом мире нет ни счастья, ни спорта. Саша, какие же внутренние правила игры во внешнем мире? Это, наверное, какие-то? Во внешнем мире правила игры кажутся свои. Во внешнем каждый играет, да, в свою. А внутренние какие правила игры? А внутреннее, опять же, это мое такое наблюдение и мое такое определение. Изначально все мы связаны неким единым информационным полем. Или, как сейчас физики там говорят, единым квантовым полем. И вот на этом тонком поле мы все, собственно говоря, есть единое целое. Поэтому, ну в какую мы игру там играем? Взаимосвязь очень такая получается тонкая. Вот, например, если мы сейчас, ты, я, Аделя и все присутствующие здесь люди есть единые на тонком плане, значит, мы есть одно целое, да? И представь, я, например, во внешнем мире играю в такую игру противостояния. Я тебе говорю, нет, ты не такая, как я, ты плохая. А что происходит на тонком плане? На тонком плане мы все есть единое. Значит, я сейчас только что на тонком плане сказал себе, что я себя не принимаю и от себя отрицаю. Но я вовне позволяю себе продолжать играть в эту игру. Например, да, это я к примеру так говорю. И продолжая играть в эту игру, я не понимаю, почему у меня что-то не складывается в жизни. Но вселенная дает нам свободу выбора. Она говорит, хочешь, играй. Дальше, если я осознаю вот это единство, и я начинаю играть тогда в другую игру. То есть, главная игра, это не то, что мы дальше в роли какие-то играем. Я психолог, я там мама, я там папа, я там сын, я там дочь. Но вот эти всякие ролевые, они уже вторичны. Первично определить для себя вот эту игру. Либо отстраняться и закрываться от всего целого, которым ты все равно являешься. Либо открыться. То есть, первоначальная наша игра все-таки, она такая, что ты, да, если ты это я, то я рад тебя видеть, да. Ты замечательный человек. Я желаю тебе, чтобы у тебя все получалось. Или я знаю, что у тебя всегда все получается. То есть, вот обращаясь к другому, надо всегда обращаться как к самому Сергею. Александр, знаешь, у нас часто возникают такие вопросы, но многие люди не принимают сами себя. И видят это, и осознают. И прекрасно понимают, страдают. Что же делать им? Есть ли какой-нибудь секрет, ключ, не знаю, методик? Ну, смотри, когда человек себя не принимает, значит, у него есть очень много каких-то внутренних ограничений, которые он же сам где-то и поставил. Где-то согласился там с утверждением в детстве, там, я не знаю, кто-нибудь ему когда-то сказал, что он там не такой, как все. Человек согласился, вот он поставил где-то зажим, 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 зажим. Но самая простая методика, так как нам все-таки в физическом мире дано физическое тело, и мы, несмотря что мы все-таки первично тонкоплановые существа, мы все равно дано физике проявлены в теле. Поэтому вот эту ситуацию можно решать через тело всегда, через физику можно решать. А все блоки, которые у нас стоят, и все неприятие наше, которое стоит в нас, оно обязательно где-то закреплено на теле. Поэтому, когда происходит любая ситуация, какая бы ни была, нужно... В общем, первое, развитие осознанности, потому что для того, чтобы вот эти вот через тело блоки убирать, нужно просто быть в каждом миге осознанным. Итак, вот я живу, да, и у меня есть установка. Так, я осознаю, что со мной происходит. Как раз происходит ситуация какая-то. И я чувствую, что, ну, например, мне нужно поговорить с человеком, но я не могу к нему подойти, потому что я считаю, что я как бы не достоин подходить к этому человеку. Это чисто для примера, я раз не говорю ситуацию, да? Вот этот момент, когда у меня пошло внутреннее сопротивление, что я не могу подойти к этому человеку, потому что я себя не принимаю, потому что я какой-то не такой и не достоин его. Вот она, ситуация, которую нужно осознанно отследить в себе. Вот он отследил. Да, и дальше нужно сразу просканировать свое тело, где на теле отозвалась вот эта эмоция. То есть на ситуацию появилась эмоция, а кроме эмоций в это время на теле появилось где-то ощущение. Тело сразу же включает ощущение там, где у нас записана та болевая травматическая ситуация, которая в нас держит вот это убеждение, что мы какие-то не такие. А задача очень проста. Ты наблюдая, например, напряжение, и ты вдруг переживая эту эмоцию, чувствуешь, как у тебя напряглись, например, плечи. Все, ты перемещаешь все внимание на плечи и не даешься кому-то так расслабиться, расслабиться, расслабиться. Это опять, ну от ума будет команда. Нет, а ты просто вот это внимание свое держишь на плечах. Вот все твое внимание находится на плечах. Ты держишь до тех пор, пока ты не почувствуешь, что напряжение ушло или как-то изменилось, ощущение изменилось. Все, можно дальше идти. И все, ушла установка? А установка уходит, не уходит, зависит от многих факторов. Если это поверхностная ситуация, которая, ну там скажем, только вчера тебе ее кто-то дал, сказал, ты не такой, ты поверил. А сегодня ты уже это отследил, может уйти за раз. Если это уже укрепленное на много раз, напряжение в теле, то оно будет раз от раза возникать. Но чем чаще ты будешь его отслеживать и просто наблюдать, вот внимание там держать, тем ты начнешь замечать, что в жизни у тебя начинает происходить изменение твоего восприятия себя, восприятие твоего поведения в той или иной ситуации, в которой у тебя вот затыкнет. У тебя там ситуация сложная позвонить или сложная подойти. Она начнет постепенно преобразовываться на ситуацию. Но это нужно продолжать делать постоянно. Это же сколько надо сидеть. Это не сидеть, это ты живешь и ты это делаешь. И это просто происходит. Вот смотри, я пока шел, да, ну вот год я этот вот путешествовал, да, вот в течение этого года я по максимуму каждую минуту, каждую секунду находился вот в этом осознании, потому что моя задача и моё исследование была вот по максимуму отнаблюдать себя. Да, у меня не было наблюдателя, у меня был я сразу как объект и я как наблюдатель. Поэтому как только что-то возникало, я сразу же так, опа, раз отсканировал, раз, раз, раз. Ну и результат, понимаешь, на себе я говорю вообще-то. Трансформация происходит. Не так быстро бы как хотелось. К сожалению. Но у всех по-разному. Я говорю, в зависимости от времени, когда это образовалось, и от эмоционального вот этого вот всплеска, когда ты это записал и всё. Это, наверное, происходит непрерывно, что ты старый почищаешь и новый накладывается. Если ты постоянно, понимаешь как, если ты будешь постоянно осознавать, то если даже что-то будет возникать. Посмотри, есть еще такое хорошее упражнение. Можно вечером, да, по вечерам, ну вот по максимуму взять, на одну минуту напрячь всё своё тело по максимуму, да. А вот ну просто так его напрячь и скрутить его из сверты. А потом резко отпустить. И вот в этот момент в теле можно отследить, где остаются вот эти вот напряжения. Вот такое упражнение, буквально минуту-две ты делаешь, оно снимает те установки и те напряжения, которые возникли в течение дня. О, классно. Благодарю тебя. Я думаю, мы продолжим в следующем выпуске. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok